19 декабря Русская Православная Церковь отмечает День Святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей, и одним из самых почитаемых святых в православном мире. Еще при жизни он прославился многими чудесами. Спас своей молитвой Ликийский город Миры от страшного голода. Молился и тем помогал тонущим морякам на суднах, выводил из заточения в тюрьмах неоправданно осужденных. Для прихожан Станицы Северской этот праздник особо близок, ведь именем святого назван один из старейших храмов нашего района – Свято-Никольский. В такой важный для всех православных день его посетил митрополит Екатеринодарский Кубанский Сидор. Владыка поздравил прихожан с престольным праздником, поблагодарил за усердные молитвы и пожелал мира, благополучия и заступничества святого Николая Годника. Поздравляю с праздником, с престольным праздником, с днем святителя Николая Чудотворца и поздравляю с рождественским постом, поздравляю с грядущим великим праздником, с Новым годом, благости Божией, Рождеством Христовым. Желаю всем от Господа здравия, мира, семейного счастья, помощи Божией, добра. Пусть Господь пошлет в Новом году добрые урожаи, мирную жизнь, спокойную и счастливую. Как и положено, в престольный праздник состоялась служба, крестный ход, после которых каждый прихожанин смог пройти обряд причастия. Рабочее совещание администрации муниципального образования Северский район прошло в станице Северской. По традиции рабочая встреча началась с торжественной церемонии награждения. Адам Джерим наградил дипломом и кубками Министерства транспорта и дорожного хозяйства края, заместителя руководителя и водителя ООО «Теплый дом» Романа Фесунова за первое место в конкурсе «Водитель года». Помимо этого, глава района вручил дипломы, кубки и медали лауреатам Краевого фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Путь к успеху». На совещании обсудили вопрос о льготном выкупе земель сельскохозяйственного назначения. Наш край в течение многих лет занимает лидирующие позиции по развитию агропромышленного комплекса. Благоприятные климатические условия и государственная поддержка способствуют активному развитию сельскохозяйственной сферы, в том числе и в Северском районе. В связи с этим возрастает интерес к аренде и выкупу земель сельскохозяйственного назначения. Земля сельскохозяйственного назначения предоставляется сельскохозяйственным предприятиям, организациям для сельхозпроизводства, научно-исследовательским и учебным целям, а также гражданам для ведения сельскохозяйственного хозяйства, личного подсознанного хозяйства на полевых участках, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота. Реализация постановления губернатора края о льготном выкупе земель позволила производителям сельскохозяйственных товаров на льготных условиях приобрести собственные земли и в дальнейшем строить свой бизнес с планами на будущее. Вместе с тем, реализация этого постановления позволила получить бюджет района более 23 миллионов рублей. На Кубани сельскохозяйство традиционно является одной из основных отраслей экономики. В частности, в Северском муниципалитете действуют 160 крестьянско-фермерских хозяйств и 27 тысяч личных подсобных хозяйств. Поэтому дополнительно к федеральным программам разработан целый комплекс мер поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет краевого бюджета. Такие, как начинающий фермер, семейная животноводческая ферма и малый сад. В текущем году по результатам краевых конкурсных отборов шесть крестьянско-фермерских хозяйств Северского района получили гранты на более чем 18 миллионов рублей. Максимальное использование бюджета субсидий поможет успешно развивать бизнес и, соответственно, повышать уровень жизни в районе. Естественно, чем больше будет господдержка, тем и успешнее будет работать предприятие в малой форме. Поэтому, коллеги, все, кто отвечает за этот вопрос, прошу взять на особый контроль. Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры Сергей Сугак доложил о внесении изменений в правила благоустройства территорий поселений, в частности, указания нормативов по рекламно-информационным конструкциям. Глава района Дамджерим поручил взять этот вопрос на контроль и привести все к единому стандарту. Далее рассмотрели вопросы на ведение санитарного порядка на территориях поселений за минувшую неделю, функционирование всех служб и предприятий района, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Были проанализированы результаты задолженности по арендой плате за землю и рассмотрены другие текущие вопросы. На территории Северского района действует большое количество федеральных, краевых и муниципальных целевых программ. Одна из таких – обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации. Жилищный отдел администрации Афибского городского поселения активно продолжает работу с молодыми семьями, пожелавшими принять участие в данной программе. Основная ее цель – финансовая поддержка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, приобретении или строительстве жилья. Участники программы получают сертификаты, подтверждающие право на получение социальной выплаты. Их молодые семьи используют для погашения части стоимости приобретаемого или строящегося жилья. Так, в июне 2018 года две семьи получили сертификаты. Одна из них – семья Гаевых – в июле приобрела заветные квадратные метры в поселке Афибском. Гаева и Дарья вместе с сыном Ване уже успели сделать ремонт и обустроить свое новое жилье. Глава поселения Юрий Коваленко оценил уютную квартиру, а после поблагодарил за гостеприимство. Ну что, спасибо тебе, Дашенька. Еще раз тебе счастья, удачи, чтобы все твои планы, которые ты планируешь, чтобы все исполнилось. Спасибо, я очень радуюсь. И банечки удачи. Муниципальная программа обеспечения жильем молодых семей Афибского городского поселения Северского района продолжит свою работу. Новый год – семейный праздник. Но в преддверии зимних торжеств в Северском районе стало уже доброй традицией собирать задним столом актив муниципалитета, чтобы каждый смог произнести друг друга теплые слова поздравления и пожелать всего самого доброго в Новом году. В Калужском сельском поселении на праздник пришли главные новогодние персонажи – Дед Мороз и Снегурочка, подрившие гостя мероприятие настоящее новогоднее настроение за несколько дней до окончания года. Поздравил собравшихся и глава района. От себя лично, от всей администрации района хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Какой был год – тяжелый, трудный. Это уже каждый, наверное, судит сам. У кого-то, может быть, горе было, а у кого-то, наоборот, счастье было. Но это жизнь, друзья. Поэтому я прошу господа, чтобы впереди был хороший год. Праздничное настроение почувствовали и жители Новодмитриевского поселения. Помимо поздравлений и музыкальных подарков, награду получили все, кто добросовестно трудился в уходящем 2018 году. Украшенные ели – неотъемлемая часть Рождества и Нового года во многих странах мира. Как же в этом году выглядят самые необычные и красивые из них. В Ватикане на площади Святого Петра стоит ель высотой 21 метр со стволом диаметром 50 сантиметров. Ее привезли из Северной Италии. Недалеко от сверкающей красавицы расположился рождественский вертеп. Огромную композицию высотой 5 метров и длиной 16 создали из песка. А в итальянском городе Губио создали самую высокую ель в мире, которая уже попала в книгу рекордов Гиннеса. Соорудили ее из 500 фонарей на холме, который возвышается над городом. Высоту ель – 750 метров, ширину – 450. На ее создание потребовалось 8,5 километров кабеля. Подобные в городе создают уже много лет. «Уже 38-й год подряд мы создаем самую большую рождественскую ель в мире. Идея принадлежит креативным и немного сумасшедшим, а также смелым и настойчивым жителям Губио. Они мечтали сделать рождественскую ель на горе, и у них это получилось». А теперь о самой дорогой в Европе еле. В Мюнхене дерево выложено из золотых монет. Стоит оно в офисе местной компании по продаже драгоценного металла. На ель ушло более 63 килограммов чистого золота. И стоит она 2,3 миллиона евро. Неудивительно, что за ней ведется круглосуточное наблюдение. «Это монеты Филармоникер 2018 года. Их вручную выложили в форме пирамиды». А в Маниле, столице Индонезии, в эти дни можно увидеть целое световое шоу. Это ежегодное мероприятие. В этот раз тема «Диснеевские персонажи». А так выглядит ель у Капитолия в США. В этот раз ее привезли из национального заповедника в штате Орегон. Традиция устанавливать праздничное дерево у здания Конгресса зародилась еще в 1964 году. Столица Ливана ель искусственная, но очень яркая. Ее установили на площади возле мечети и нескольких церквей. В стране проживает много христиан. Даже в преимущественно мусульманских городах, таких как Триполи на севере, всегда устанавливают рождественскую ель. Кроме того, многие мусульмане в Бейруте уже воспринимают Рождество как часть своей традиции. Наконец, в Вифлееме, городе, который считается местом рождения Иисуса, стоит девятиметровая сосна. По традиции на праздники в город приезжают тысячи туристов и паломников. КОНЕЦ КОНЕЦ